Решил вот так упор, да? Давай. Оп-оп-оп, ножки куда-то побежали, да? Ножки побежали куда-то. Таз ниже. Таз ниже. Взгляд вперед. Руки шире. Руки шире. Руки шире. Еще чуть ниже. Вот смотрите, прикол. Сейчас один стоит, мы еще не сюда. Макс, ты встал и лучше Никита. Посмотри. Ты садишь на него, Я покажу, что нам ногами за стол Ты осадишься на него, Руки, ноги вот сюда, ноги вот сюда, ноги вот сюда, давай. И теперь зацепился , одевлю! Натлоняй сюда, наклон, наклон, держи шею Наклон, наклон, я держу наклон. Держи, держи. Всё, фиксация. Держи, фиксация сам. Держи фиксация. Вот, Комича, руки выведи Мишу. Вот, вот я чуть начало просунуть. Такие положения, чтобы вы были. Всё, спокойно, слез сразу, да. Теперь следующий парень меняйте, пробуйте. Да-да-да. А это должно быть без столба, парень. Это должно быть без столба. Смотри, какие подготовители. Ты встал, Миша сел, вытянулся и он тут же принял положение. Типа. Да-да, вы равновесите. Да-да, вы равновесите. Встал. Держи, молодец. Сколько ногами надо было здесь, хватит. А вот сейчас верхний помогает ниже. Удачи ногами. Да, не выравнивайте. Да-да-да, равновесие цирковой линии. Держи. Нормально-нормально-нормально-нормально-нормально-нормально. Думайте, думайте. 17-е что, думайте. На задачу подготовить красивый номер. Нам всеми сделают, парень. Поэтому сейчас тренируем это. А это вообще не пригодится. Это пригодится. Творческий номер. Потому что 17-е будет... Какое соревнование, с чем связано? Чемпионат России, правильно? Остальные все будут проходить как творческие номера. Баллы дорабатывать другим. То есть в нашей команде все, например, Мишаня будет, не будет. Не знаю, кто будет. Все получается, либо Максим, либо Игорь, либо кто-то. Все будут на результат одного действовать. Вот так выглядит. Потому что кто-то один или два человека попадает всего. Остальные все должны прикачивать все, что может, чтобы его заметили. Всю команду, чтобы заметили. Игорь. Легкий трос, да? Легкий по-другому. Стоп. Смотри правильность техники. Иди сюда. Ноги ставь, не ставь. Руками держись, ноги ставь. Выпрямляй. Стоп, держись. Держись. Вот это ты имел ввиду? Да. Стоп. Держись за одну руку. За правую. Держись. Оп. Смотри. Понял, знаешь? Давай с тобой. Упор. 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 Натяжение. Миша, не надо. Хороший. Плохо веса. Чуть копчиком на колено не прикинул. Тихо, 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 тихо. Тихо. Он подставку не хотел. Он подставку, смотри. Пойдем. 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 Не мешай. Даже шутки. Пойдем. Ты с ним делаешь? Давай. Максим, поя походу. Просто упор, ножки ставишь, упор делаешь. Раз. Иди сюда какой-нибудь, Максим. Тебе надо у камеры за меня держаться. Попора. Пока, втор. Смотрит. Придянуть. Стрынуть. Иди сюда. Попробуйте все. Попробуйте, ребята, и снимаем скорее. Попробуйте. Максим, убери. Дима, попробуем с тобой? Мы с тобой давай по-крутому сразу. Упор в ноги. С вами ноги. Он мне ногу с коленом закручивал. Не назад, а вверх тяни сначала. Вверх. Не надо назад заваливать. Вверх. Как-то тебя назад заваливают. Не назад, а вверх. Смотри. Вверх, смотрите, я стою. И заваливаюсь. Вверх. Еще разок попробуйте. Готовимся к турникам. А теперь ответите на вопрос. Что? Где? Где? Где воспитанник ваш? Где? Нет? Где от него справка, разрешение и договор с нами? Он меня воспитывает. Где от тебя справка, разрешение и договор с нами? Где? Что значит у нас? Я езжу. Пошутил? Я не знаю. Я же перемещу. Так. Так. Ладно. Допустим. Договор с нами где? О! 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 Максим! Идите сюда, Максим. Да. Да. Ага. А что, парень? Слушай, а что? Сейчас в приконе рассказываешь? Нет. Ну, а что, парень? А? В смысле, я к вам обращаюсь, парень? Вы что, меня не слышали? Ну, а что? Ну, а что делать будем? Ну, а что делать будем? А что делать будем? А? Что делать будем? А? Ответь на вопрос, и что будем делать? Что, блин, значит, не знаю. Что будем делать? Что ты на него смотришь? А? Я спрашиваю, что будем делать, а ты смотришь, какой-то ответ на него смотришь? А он смотрит на него, ответ он не удаст. А он смотрит на него. А Максим смотрит в пол, Рысину вот так сейчас потрогает и скажет, что ху, узнаем, что делать. Где, парни, где? У нас договор был, есть и будет. Где? Как поступаете? У меня нет уверенности, что вы на соревнованиях не пропадетесь там, ну, все нормально. У меня есть такой уверенности. Мы начинаем делать, а вы, понимаете, начинаете задать прикол, ха-ха, сейчас не будет такого. Мы вам позволяем здесь заниматься. Почему? Вот я вам позволяю здесь заниматься. Почему? А все дружно мы ответим, ну, почему? Максим, тюрьм, капитан, где? Что, почему я позволяю здесь заниматься? Вы хорошие ребята, да, поэтому, что вы хорошие ребята, что вы ответственные, честные, справедливые, что вы меня за спиной ничего не болеете. Просто если я узнать не хуйню, а я знаю какой-нибудь хуйню, ох, как будет неприятно, да? Как пизда, просто челюсть, блядь, резается сухой баклей, разрывает ее. Опять и бонзар просто левый и правый. Сергей Геннадьевич был хуйовый, там он неплохой, похороший. Да, Макс? А? Просто наступит момент, видишь, как вы классный будете. Да, я обещаю. Давайте сейчас определять, что вы будете делать. Сейчас мне надо узнать, что вы будете делать сейчас. То есть вы должны меня порадовать, какие интересные штуки вы придумали. И опять окрой глаза на то, что вы опять выпустили. Слушка пиздоболок получается. Опять в очередной раз. Я верю и доверяю, но не кручать вообще зафиксировать. Тогда при себя будете вот это занять. Не друг другу. Нет. Рассказывай нам, да, что вы хорошие, на самом деле, все платили. Нет. А вы не себя посмотрите вот так. Смешно же, Максик? Конечно, смешно. Хотя, ну-ка, Сергей Геннадь, поменяйся, когда ты со мной разговариваешь, когда ты тебя пузынуешь с слова. Давай. Не фантазируй аж, как ты там сомну что-нибудь скуплю забыл делать. Вот ты с ручей больными с твоими дваможками что там спишь кому-то, да? Вперед. Не фантазируй в пьяном гряду, как ты что-то там сможешь наделать. А так, по факту. Что-то не нравится, скажи. Все нравится, значит, делаем то, что я вам говорю. А еще вы слышите в сануке. Чтобы ходить безоплатно сюда, вам надо либо есть сто процентов, вам надо найти воспитанников, кого вы вкачаете, свой талант способствовать, кому вы передадите. А вдруг вас всех завтра в армию заберут? Макс побрился уже. Понимаешь? Вот вдруг заберут мобилизация. Кому мы передадим ваш опыт? Или вы хотите его с собой унести на тот свет ваш опыт? А мы же не собираемся помирать. А я скажу, а хуй его знает, Максим. От передоза сдохнуть в подвороте, понимаешь, или сражаясь с арабом. А? Максим? В чём? В чём? В чём, блин? В чём? В чём ты чё пишешь? В чём? В чём? В ответ на вопрос, братан. Ну вот я хочу, чтобы вы передали свои таланты, способности. Три года я наблюдаю за вами. Ну ладно, округляем. Три года практически. Реально три года я увидел рост или падение. Я всякое видел. От вас лично. Неужели у вас не сможете поделиться своим опытом с другими? Ну вдруг нас не будет завтра? Или там послезавтра? А? С кем Николай Алексеевич будет на мероприятии? Ну никого нас не останется. Ну заберут нас там по делам по-разному. Как быть? Где ваши? Где? Мы же договорились. Ну где? Где вот те люди, там фанаты, поклонники? Ты берешь и ты говорил, там у нас фанаты, поклонники, но там... Так ты приведи. Ты приведи, познакомь. Не рассказывай мне вот эти приколюшки. Да я переворачиваю, да я вот за ними озариваю. Ну вы знаете, это не проклят. Это шутка, это уже не смешно. Не талантливый парень. Вы что, не можете? Вы хотя бы попробовали. Понимаете? А сейчас самое, знаешь, что самое проблемное? Вот вы здесь себя там продвигаете, веном там, швеном и прочее, прочее. Как бы еще кого-то двигаете. А людей, кто по-настоящему создают вам условия, чтобы вы занимались, вы даже не понимаете этого. Что вам здесь создают условия? Это вам даже не понятно. Вы только можете пиздеть. Поговорить с собой, там как бы или другим, рассказывать, да, что, да, куда не ходи, там, шляпа, да, пиздеть, давай, да, Вы можете по отдельности, да? А вы начинаете с друг другом, уже у вас непонимание с друг другом, какие-то там подгрызла какие-то идет, да, и прочее, обиды друг на друга и прочее, да, всякое. Но вас объединяет, может быть, Николай Алексеевич, это как-то мероприятие, всегда подтягивает. Может быть. И то с большим трудом это получается. Здесь, как бы, общий язык вам приходится находиться. На самом деле, что? Ну, что у вас общение такое? Ну, как вы общались? Хаски, там, вот это вот, да, нету, братского понимания. А я вас спрашиваю, парень, чтобы потом научиться. Пожалуйста. Вам часто, я не погоняю никогда, не отказываю никому в помощи. Вы обращаете, ты, 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 он, 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 обращайтесь ко мне за помощью. Так или иначе, это само здесь, так а не здесь. И вы уже обращили ко мне. Никуда там, Максим, какая? Я тебя сейчас на тебя смотрю, как за капитана команды. Я спросил капитана команды? Поэтому я с тобой общаюсь, как с капитаном. У тебя сейчас спрос будет, конечно, а кого еще? Если я не убащу кого-то, я себя буду убащить первого, не их. Потому что они бездюки, я ушеплю его дворец. Ну, ты смогу что-то, да? Ну, что-то будет мастер. Ну, с тебя спрашиваю воду. Запазарь его, за его, за его, за его, с тебя. Конечно. Или ты хочешь соскочить с этой темы? Не, ну, позволяешь ты такого действия, да, только в команде происходить? Позволяешь, отвечай, как капитана. Либо снимешь с себя полномочия капитанские, или давай другому скажи, отвечай ты за наш разговор. Или ты отмечай за наш разговор. Зачем мы заговорили там, за глаза. Но наступит момент, когда там вот все окажется в самый момент, и когда я себя маску напряка снимаю, вот так вот скажу, здрасте, парни, вот давайте будем дружить с Яшик познакомлюсь. Да? И а что с того момента? Просто все выстрою, я выстрою все так вот, все так, что окажется здесь, что ты, 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 он делали то-то, то-то, вот это, 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 это делай, я не говорю, как-то не зашиблиться во дворец. И не забывайте. Кто так поступал. Кто как-то подлец со мной поступал, значит, он будет отвечать. А пока я улыбаюсь, пока я жду от вас результатов. Но скоро-скоро, Максимка. Скоро-скоро, восемнадцать лет я же. Я три года назад вам говорил, да? Восемнадцать лет исполнится память. Все всплывет. Все всплывет. Поэтому, думаю, я ни в коем случае не выгонял никого. Ну хоть раз вспомнишь, что меня выгонял там из зала? Чтоб я унижал, кого-то оскорблял. Но за каждого, за базар, за шутку, за всю эту хуйну, то, что вы удовлетворяли, за все спрос придет. За все. Советую сейчас готовиться. Особенно кому подходит возраст с восемнадцать лет. Советую. Максим молодец, занялся ММА. У него есть надежда, что он сможет хотя бы убежать. Хотя бы убежать. Плохо, что не бегом занялся. Но он турист, спортивный аналитик. Поможет ему быстро залезть на дерево. Никиту, возможно, совесть спасет. А вот сказать, Сергей Геннадьевич, я не со зла. Прости, пожалуйста. По доброте душевной. А вот тебя и тебя мало кто спасет. Потому что вы, к сожалению, очень многого наделали. Договорили ненужного. Все вы смотрели в конкурс? Видишь, как тебе повезло? Я, конечно, беспределить не буду. Не будет такого. Мне там Вася сказал, что ты мне сказал, что я плохой на этих пиздах. Бах, блядь, и сломал. Нет. Придет Вася, Петя, Коля, Жанна, Снежана. Придут и скажут, как обсуждали, как нас встречал. Как Сергей Геннадьевич нас встречал. Кормил, поил. А мы выходили потом. Поддатые, пришпандоренные. И бегают. Да, он хуй впутал. Мы сами все заорули. Все поднимется, Макс. Все поднимется, братан. Сейчас я вам, пожалуйста, по-братски прошу. Сделайте все четко на ближайшее мероприятие, которое будет. А все четко. Это будет так, когда они вместе согласуются. Все, поехали. Я просто вам сказал. Молодцы, красавчики. Опять понял, опять передо мной. Мои братья, которые все-таки выставляют себя бездовольными. Опять не стыдно становится за это, блядь. Понимаете, в чем дело? Вас, я считаю, родными братьями. Отношусь, братусь, с вами. Да мне не важно, как вы обо мне на умнее. Ну вы опять не ступаете в моих глазах. Да? Ну как ты на делаем? Ну зачем? Что, Санюша нравится, блядь? Все, занимаемся. Это не честно и не красиво с вашей стороны. Вообще не по-мужски. Вообще не красиво. Давай все, поехали. Время есть, что нормально. Все, занимаемся. Маты стелим куда надо и все, понеслась. Как было бы хорошо, да? Вы пришли бы с каким-то пареньком или девчонкой и сказали, Селина Иначе, вот мы хотим передать наш опыт, Макс. Вот я, как капитан команды, хочу передать не Мишу, который в натуре Миша, уровень у него, ну, четкий. А при каком-нибудь ребятенке бы привел паренька или родственника свою, сказал, вот я хочу передать ему, давай я позанимаюсь. Я сказал, Максим, да красавчик же ты слово свое сдержал. А вы вот это вот все хихи, ха-ха, ды-ды-ды-му, блять, ну зачем? Вы на большой перестилаете? Вам удобно здесь? Если обратили внимание, что мы его повесили повыше. Вы же обратили внимание, что мы его повыше повесили? А, да. Или нет? Нет бы сказать, Олег Иначе, какие мы молодцы, да? Все вместе помогали, все делали. А вы приходите только как, ну, как трубить, пользоваться. Вот чем плохо. А возраст, парни, скоро-скоро возраст, и все будет по-другому. Потому что надо будет самим бабки зарабатывать, семью кормить. Еще надо со взрослыми людьми будет научиться держать ответ за свои слова и действия. Вот чем дело. А это вы не умеете, вы умеете только в тихую. А это плохо. Сергей Сергеевич, показываешь, что ли? Или, а, Мишаня, чтобы тебе показал? Да. Ну, давай. Диман, спас Магнезий, да, всех? Никит, Максим, Максим, Миша, вы не грустите, парни. Я как старший брат, а я вас прошу, пожалуйста, одумайтесь, что вы делаете. Я реально как старший брат. Мишаня, мы с тобой все вместе поехали. Никитос, Макс, Краснов, парни, я прошу вас, пожалуйста, одумайтесь. Почела по-братски, по-братски. Максимка, Тюрин, пожалуйста, соберись. Да? Волевые качества прояви себе, дальше будет интереснее. Вам открыты дороги везде будут. Вы только понимаете, что происходит, и все. И следите за речью, за действием. Не будьте шлупонью, пожалуйста. Будьте мужчинами честными, добрыми, ответственными. Понеслась. Можно даже одинаково. Вниз бегаю, пожалуйста. Давай, давай. На большой перестелите, конечно, и давайте на большом. Диман-то вас ждал, чтобы на большом закрутить. Оба Димана, вернее, ждали, да? Я думала, наверное, будет. Да нет, я сказал, детвора ушла, давайте сюда в мостик. Вам хватит? Хотя, в принципе, я бы не гнал бы за высоту. Там разница в 5... сколько сантиметров там разница, блин? Там разница в 5 сантиметров. Да, там особо супер разницы нет. Хотя, если хотите какое-то время потратить на расстилание... Либо один слой матку убрать, да. Под изголовье только, пожалуйста, ложите. Димарик, ну что, статику давай порепетируем. Руки отдохнули у тебя? Парней дождался? Давай статику порепетируем. Да пойду на счет, наверное. Ты домой пойдешь уже? Ты матушку позвонил, предупредил, что ты задержишься? Я не знаю, сам смотри договорись, просто потом они куда ее уберут. И в субботу придешь? Да. Я могу ее в шкаф убрать, либо если парни придут в субботу, они позже приходят. Ты сам скажи, что с ней делать. Если убрать ее в шкаф, потом в конце тренировку, беру в шкаф. Ты знаешь, что можешь? Смотри, ты можешь насыпать парням, поделиться как бы это, если хочешь, чтобы у них осталось, и ты спокойно заберешь, чтобы она не... Ну, если уж я наблюдаю на протяжении трех лет, как ребята по полу руками шуршуют, там в углах шуршуют, чтобы пыль себе магнезийную наскрести, ну уж я, ну, сам спроси, как бы договориться. Если ты не жаден оставишь им пакет магнезий, то нормально. Максимка с Мишей научились делиться друг с другом, конечно. Друг другу по рукам, хоп, шлеп. Я вспоминаю первые моменты, да? Когда вы приходили вот так. Фа-а-а! Фа-а-а, парень, пожалуйста. Фа-а-а! Такие, да, дай пять, давай, шлеп, шлеп, шлеп. Здесь все вот так, фа-а, парень, делайте, пожалуйста, так, церемонно, так, фа-а-а! Ну, кури, когда четыреста лет, чем, да, никакой церемонно нет. Но с каждым годом, когда до семнадцати годам все ближе, ближе, стоя задуматься о том, что можно так опиздюлиться за все действие. Эх, как я ждал, когда у меня сын подрастет. Если бы вы только знали, какие он любит башню в семнадцать лет. Сына родного. Какие он вытворял? Ну, как я, да, в характере. Только он вообще попутанный был. Наибашенный не кутос, безбожно, блин. Реально, родного сына. Я вообще не страдаю от этого. Вот так вот брал, вот так вот. Ну, никуда я не ломал, ничего. Он просто дал, вот так вот затречный, прям поебищу. Нормально общаемся. Я уже будучи детям, я знаю, что он сделает, если его сын попутанный будет, он так же их сделает. Как бабка отшитала. Потому что если батя родной может это сделать, либо дядя, либо кто-то брат старший родной сделать, Ну, если там дядя с улицы просто в натуре возьмет, блядь, дрожавый нос, воткнется в почку, блядь, и с него уйдет. Это намного хуже, чем от плезюлица от батя или от брата. Поверьте, если надо будет, попросите. Я помогу. Я, Миша, я помогу справиться с этой проблемой. Ну, Макс, вы знаете данное ММА как-то? Вы же тоже были, как это, доцикновили? Ну, там поведение какое, ребята. Спокойное? Ну, смотря у кого. Кому разрешает вести себя? Да. Но дисциплина есть. Вот дисциплина есть. Нету там лишних движок никаких. Вы же четко они исполняют. Я хочу, чтобы вы так же. Николай Алексеевич хочет, чтобы вы представляли федерацию. Не отдельно какие-то команды у себя, а целую федерацию. На вас надела. Вам дают реально развиваться. Вы тратите время, вот только свое лишнее время на развитие. Вам дают. С вас ни денег не требуют. И что? Других не скажут, блядь, зайгут, 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 бабки давайте, бабки давайте. Что? Назаревайте, значит, не похуй, бабки давайте. Вот в других местах так происходит. К вам относятся по-братски. А вы вообще не уважаете. Ну что такое? А? Миша, тебе не сильно? Как брат с тобой всегда, да? Как ты с вашим братом. Блядь, ну как некрасиво это делать, Миша. Что, Дмитрий Юрьевич? Вот так она, да? Сыновья у нас вырастают. Вот такие вот. Не, это красавчики. Еще хуже могут вырасти, блядь, еще жестче. Могут. Это вообще молодцы. Это молодцы. Атлеты. Ну просто не всегда они, да, молодцы. Если были всегда молодцы, было бы намного лучше. А иногда они молодцы, иногда не очень молодцы. Но при всем при этом я уважаю по-братски, люблю и ценю вас за то, что вы живете здесь, рядом с нами, на этой нашей многострадальной родине матушки. И нам надо защищать ее. Я не зря сказал, парни, не сегодня-завтра может произойти такое, что здесь останутся только пиздюки, Никит. Я это не зря говорю, чтобы вы понимали. Это не прикол, это не какие-то шутки, юмора. Если сейчас академиков забирают, вы знаете, что сейчас, ну, сегодня еще Вячеслав, вы в курсе, что любое обсуждение вот этого предприятия, руки из канала, вытащи, пожалуйста, что оно будет по закону. Вы знаете про это? Никому не позволяете трендить и что-то, никому не позволяете, чтобы поносили или гадости говорили. Реально могут засадить. А те дурашки, кто говорят, что русские плохие там или прочие и плочие, это, как правило, они какие-то, ну, непорядочные люди. Все, своих надо, как угодно, своих защищать и отстаивать интерес. Потом, когда все закончится, потом все друг друга обнимутся. Русские, украинцы, американцы, немцы, все обнимутся, все друг друга расцелуются, все скажут, какие мы были дураки попутанные. Сейчас надо, парни, вытерпеть. Вот весь дичь, которая происходит в мире, пожалуйста, надо вытерпеть. Прежде всего, зависит от воспитания себя лично. Я стараюсь, стараюсь. Я стараюсь. И, смотрите, когда вы вымахнули, сделан друг друга, плечи пролеменели, вот сюда выгибаешься и прям подтягиваешься. Ногами уже в сторону. Я наделал в уход. У меня там в прошлый год прям вообще стабильно получалось, но что-то не знаю. Диман Юрьевич, а вот это же с рукой у тебя после операции. То, что у тебя после операции рука, как на турниках? Не, мне так нормально, у меня операции вот так я не могу. Упор, да, просто тяжело? Да, упор не могу. У меня вот такие. Руку правую резали, у меня, короче, всю жизнь, это как наследственная треника. Шишки, короче, на запястье. Вырезали? Кости были? Костные мозоли были? Костные мозоли, как типа того, ну, жидкостный кишок, там же в связках жидкость есть. Да. Вот она взбухает, короче. В связках, каждая связка, у нас сустав, мениск. В каждой суставе в мениске есть определенные капсулы такие. Вот, короче, у меня одну руку вырезали, но потом опять она. Опять появляется, да, я уже плюнул, короче, не стал ничего делать, как бы. Ну, смысл, смысл резать, если... А какие-нибудь мази припарки травы? Все, 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 что есть, все, что есть, все в руке в масло. Лопух. Лопух. Все. Лопух вам обмазал? Лопух ел? Все сделал. Ел? В уши закручивал лопух? И к папке ходил. И, как это, как задорно угадал. И ячмей на глазу, конечно, плюнет себе в глаз и помогает. Ну, да. Тогда, значит, смотри, да, это, значит, наследство тебе с какого-то... Кто знает, может быть, этими золотыми руками в прошлых жизнях мучил кого-нибудь. Понимаешь? А, может быть, кандалы носил или на кого-то одевал в простых воплощениях. И сейчас наказание за это. Что, Сергей Сергеевич, молот зацепишь? Да. Давай, понеслась. Диман, как настроение, который Сергеевич? Нормалек? Ну, ты же Сергеевич, Диман. Да, да, нормально. Ты не злись, парни, вы на меня не злитесь, что мне пришлось высказать там это. Это, блядь, надо решать вопросы, надо решать. Так не делай. Вы взрослые люди, мы все взрослеем. Сейчас дальше пойдет дальше. Кто знает, зимой предложат бабки, скажут, да, нормальные есть деньги, ребят, надо выступить. А вы сырые, неподготовленные или вы думаете, что нормально. А деньги возьмем, допустим, да, я вас договорюсь с вами. Говорю, парни, есть выступление, можно смотаться там в Саратик или куда-нибудь. Там какой-нибудь регион на выступление. Вы мне рассказываете, да все хорошо, Сергей Геннадьевич, все хорошо, туда приезжаем и херимся. Ну, зачем им это надо? Это не факт, конечно, что такое произойдет сто процентов. Ну, просто, когда с нами это происходит, с СКК вместе, мы ездим и выступаем и привозим деньги обратно. То есть, нам никто нареканий не ставит и никто даже не говорит и не подумает, что это плохо, потому что мы готовим. Потому что, когда касается дела денег, это надо вообще дело денег, репутации, чести, достоинства, надо все четко подходить. Ну, просто без бабок сейчас тяжело что-то сделать. Дим, ты пошел? Да. Что с Магнезией? Что делать с ней, Дима? Шкаф убрать? Да. Все, братан, до субботы, да? Всем привет передавай. Все, всего доброго. Пока. Что взял? На маленькой или на большей? На что поделать? На маленькой, на большей. Сейчас снимать не будем? Да, я попробую сейчас, что там у нас получится. Давай вот просто выращивайся. Парни, аккуратно, Сергей, Сергей сейчас будет выращиваться. Вот смотри, я тебя взял точно по центре кан. Вот встань напротив двери, чтобы ты ее закрыл. Да, вот так. Все, давай, со всей дури, со всей мочи. Пробуем. Ты будешь бить вот на эту, да, часть? Потому что ты по месту не ударишь. Давай, я попробую. Давай, я попробую прямо. О да, я хотел вчера сказать по 10 элементов. На каждом 10 надо было по 10 штук. Понеслась. Давай. 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 Жестко. Ты поменьше. Давай. Давай. Еще два раза. И разок. Молодец. Нормально. Просто смотри, а теперь я хочу. Переда спора. Вот так ее надо сделать. Вот так. Удар будет приходиться вот сюда. Подержишь? Я постараюсь. Я постараюсь аккуратненько. Вот так она настрой. Будем смотреть. Как раз дверь за гаражей. Подержу. Попробую. Держу. Вот. Это хорошо. А мне и дрожон. Ну да. Мы можем это смотреть. Посмотрим, как и стараться. Мы раскрывали это сверху. Вот так, в принципе. Да, можно лучше. Давай, просто попробуем, как получится. Тоже так пойти. Надо прямом было тоже по 10 минут по шнарядке. Да, ее засовываем. Так, у меня сориция. Он, я креется, пинфигними. Товеньком себе лоб дал. Что-то, что-то делать. Бах. Товеньком. Бах. Товеньком. 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 Бах. 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 Товеньком. Бах. Бах. Аккуратнее. Малёп. Научил близко вообще. Кажется. Я говорю, кера там никогда не был, что ты барьев шатаешь. А кувалда она пробьет башку прям. В прямом смысле. Здесь баски потом не соберешь. Ну я не по себе, Сергей. Я себе. Я себе. Готов? Да. Сначала медленно проведем. Посмотрим. Малёп. И разок еще. Теперь надо такую же боковинку. Николай Алексеевич, да, вы в Академии правой не были что ли? Забыли как? Николай Алексеевич просит нас подготовить видео. Да, видео надо хорошее, подумайте, либо репетируйте, нам надо снять хорошее видео, некое презентантное, открывательное, открытие какое-то. Дала или? Нет, 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 федерации, можно отдельно, виновки если вы захотите, но я бы посоветовал подумать о федерации. Это она трясется? У меня. В какой-то момент, когда руками, видишь, как было интересно. Можно ходить? Когда руками. Стоишь? Да, я тоже 8. Я сделаю? Давайте делайте поставить. Просто если поставишь, то мне не будет. Да, прям радость. Да, вот несколько. Пока держи. Сейчас сюда ищи. Держи, чтобы не спал. Потому что я тебя видел. Вживую. То есть, видишь, что? Просто я далеко взял. Диман Юрьевич, кувалду побросаешь? Нет, все, я уж собираюсь. А что, подожди, сейчас тоже минут 10 и вместе будем двигаться. Как, перенечать? Я без машины седу. Да, пешком прогуляемся. Или на такси вместе поедем, пешком. Ну смотри, вот здесь, вот здесь идет. Мы берем кадр верхний. Вот она. Вот она есть. Это сейчас, как мы думаем, что просто. Нам надо включить, короче, чем располагает федерация против покровки. Какими рисунками располагает. То есть, по идее, нам надо снять видео про все. Про весь инвентарь, который мы делаем. Про все. Куваловы, пакышки, железки, штанги, прочее, прочее. Чтобы, например, на основе этого, весна лета, мы могли сюда пригласить не только Диман Тим, там, как Самару, а посерьезнее, да, могли пригласить. Они скажут, а с чем мы будем здесь, ну, что показывать? Что у вас есть? Нам надо полностью раскрыть зал и федерацию в городе Покровске. Потому что, если у нас получает сейчас этот зал открыть, у нас, возможно, освободится рисунок для одного из субсоров. Мне надо будет подготовить. А к чему вас, парни? И я вам сразу сказал, мне надо взять вас с кого-то там на службу, на работу. Все будут, значит, фантазировать не нужны. Поэтому с простого. Вы же не видите, что я не знаю, как вы общаетесь. Я готов оплату платить. Я три года. Все, три года идет на то, что мне надо подготовить инструкторов. А вы тупите сами, не тупите. А Дарья не тупит, но она хитро делает, как девочка. Думает, она делает, никто не видит, на самом деле все видите, что она творит. Ам-дам-дам-дам. Ам-дам-дам-дам. Ам-дам-дам-дам-дам. Ты знаешь, да она здесь была инструктором? С других визах она была инструктором. А ты знаешь, что у вас делала с этим местным и с другими стали? Ну как думаешь, что у вас делала? А? Кинула? Кинула! Предала, ушла. Ты понимаешь, что делать? Я на девочке ей скачиваю. Был бы мальчик, прям за ноздри его спать. Ты чего так понимаешь? Ай-яй-яй. Вот было бы интересно, да? То есть думайте, как можно отснять. Мы быстро все делаем. Пусть камера берется. Или у вас фронтал, централка. И как бы вот так. Вот. Ну это понятно, да. То есть отследить. Ну то есть смотри, например. Вот ты встал. Вот замах пошел. Вот она. Вот ты встань, сейчас ты встань. Выведи ее, выведи ее давай на камеру. Просто я-то знаю, что ты понял. Нам же надо понять, как она будет выглядеть. Вот она поднимается. Поднимается раз. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Фу. Вышла. Вот где-то примерно такой момент. Мне надо будет понять, как это происходит. У тебя, у него там. У меня не важно. Что еще? Ну это кувалт. Можешь так пока побросать. Подумай. Что еще такое действие? Рыгина, сейчас не дождусь поделать. Ты пошел? Да. Я понял. Все. Все правильно. Так нам самим это тоже. 9 часов. 10 минут и собираемся, да. Вы, кто раньше приходит, только сегодня позже пришли. Чего вы позже пришли? Восьмин. А? Гуляет? Нет. Тусили? В кино ходили? Нет. Все вместе сходили? Нет. Все вместе? Все вместе? Что еще нам можно? Кувалда, молот, покрышки, стойки. Почему? Всякие есть кувалды, можно там всякие действия. Ну, не сразу смерть. Я видел, что...